Нарушитель, который слил отходы с предприятия в реку Рпень, заплатит штраф. Как пояснили в прокуратуре, некий мужчина сбросил сточные воды в канализацию, которые используются только для отвода ливневых и талых вод. Оттуда загрязняющие вещества и попали в реку. На поверхности воды появилось розовое пятно, которое зафиксировали на видео очевидцы. По факту случившегося природоохранная прокуратура совместно со специалистами Министерства экологии и природопользования области провели проверку. Были взяты пробы воды. Как уточняют в надзорном ведомстве, по норме должно содержаться 0,05 миллиграммов ацетона на литр. В Рпенье же обнаружили 0,64 миллиграмма на литр. Проверочные мероприятия показали, что из-за отсутствия должного контроля со стороны Владимир Водоканал, неконтролируемые факты сброса вредных загрязняющих веществ в светливой канализации города, носят не единичный характер, что грубо нарушает требования водного законодательства, а также законодательства в сфере водоснабжения и вододоведения и городских правил благоустройства. Кроме этого, проверка показала, что очистка сточных вод, которые через все ливневые канализации города попадают в поверхностные водные объекты, включая реку Рпень, должным образом не осуществляется. Сброс сточных вод был проведен при помощи спецтехники. Как сообщает прокуратура, мужчина действовал в частном порядке, а не от какой-либо организации. Возбуждено дело об административном правонарушении, и мужчина рискует заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Если выяснится, что он уже привлекался за подобное нарушение, то 200 тысяч. Кроме того, внесены представления главе города Владимира и руководителю МУП «Владимирводоканал».